В краевой столице под председательством вице-губернатора Николая Далуды прошло расширенное заседание Краевой антинаркотической комиссии. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители региональных министерств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры, казаки, журналисты, всего более тысячи человек. В начале совещания было отмечено, что количество потребителей психоактивных веществ на территории края снизилось и на сегодняшний день составляет 3182 человека. Количество эпизодически употребляющих психоактивные вещества на порядок выше. В 4894 жители края наркотики употребляют эпизодически. Наиболее поздняя ситуация с потреблением наркотических средств в официальном городе Краснодаре, Сочи, Ейском, Обшаронском, Лобинском, Атрадинском, Кущёвском районе. В результате совместной деятельности полиции и представителей казачьих обществ изъято из незаконного оборота более 100 килограммов наркотиков. Задержано 297 лиц по подозрению в распространении и хранении наркотиков. Обнаружено и уничтожено более 1 миллиона кустов конопли. В текущем году на территории края ликвидировано 57 наркопректонов. Отмечу, что нами направлено в суд уголовное дело по факту задержания организованной преступной группы пректонов для подопрепления наркотиков в городе Краснодаре, которая является на сегодняшний день единственной в России, запомментированным и доказанным фактом с момента образования и подразделения наркоконтроля в системе УВД. Особое внимание вице-губернатор уделил ситуации с несовершеннолетними. В регионе на наркологическом учете находится 202 несовершеннолетних потребителя психоактивных веществ. На территории края на 46% отмечено снижение преступлений, совершенных подростками, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Однако тревогу вызывает распространение токсикомании среди молодежи, подчеркнул заместитель руководителя региона. На данный момент зарегистрировано 28 эпизодических потребителей токсических веществ. Увеличилось количество случаев отравления лекарственными препаратами. Часто ни подростки, ни их родители не догадываются о пагубных последствиях привычек, которые могут заканчиваться летальным исходом. Участники заседания остановились также на теме безрецептурного отпуска, лекарственных препаратов из аптек. Было отмечено, для того, чтобы эффективно противостоять проблеме, нужно не только ужесточение законодательства, но и активность самих жителей. Инициировать проверки аптечных пунктов соответствующие органы имеют право по обращениям граждан. Большое внимание было также уделено обсуждению мер по недопущению расположения торговых точек, где продаются алкоголь и табачные изделия рядом с образовательными учреждениями. Николай Далуда поручил усилить работу в этом направлении. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».